Спасибо, что включил с тобой, Герасёв. И, ребята, сегодня мы снимаем безумный ролик, где я сначала уволю своего оператора, а потом подарю ему машину, о которой он всегда мечтал. Костя, снимай опять. Ну что ты... Мой шуфлёр. Да п*** на него. Что я п***? Мой работу. Ты выкидывай в свой корыто. Наверное, что я тебе новое корыто подарил. Знакомьтесь, это мой оператор Рома. И он очень давно уже с нами работает. И я точно знаю, что он хороший, опытный водитель. Но, к сожалению, совсем недавно случилась печальная ситуация, и Рома попал в серьёзное ДТП. Рома владеет машиной Рено Дастер. И в один из обычных рабочих дней направлялся к себе домой. И, к сожалению, его решила обогнать машина каршеринга прямо по встречке. И всё это закончилось очень печально. Слава богу, из людей никто не пострадал. Но вот автомобиль Рома получил очень серьёзные повреждения. Ребята, вот, представляю вашему вниманию, это машина Ромы, которая, к сожалению, попала в ДТП. Попал в реально жёсткое ДТП. И даже если вам кажется, что просто здесь вмята дверь, на самом деле всё очень плохо, потому что попали в порог. И дно машины полностью прогнулось. И машина считается практически полностью в тотал убитой. И мало того, что машина, возможно, вообще не подлежит восстановлению, так она ещё и находится в кредите. И Рома за него должен ещё выплатить 500 тысяч рублей. И узнав об этой ситуации, и принимая во внимание то, что Рома это один из лучших моих операторов, который никогда меня не подводил, он очень давно со мной работает. И вообще недавно на него было совершено настоящее нападение, в том числе и по моей вине. Я решил осуществить его мечту и подарить ему автомобиль, о котором он всегда мечтал. Но вот просто так дарить автомобиль, это, ребята, неинтересно. Поэтому сегодня мы придумали один очень интересный розыгрыш. Сегодня мы позвали Рому на съёмки в качестве оператора. Разумеется, мы ему не говорили, какие у нас сегодня по-настоящему съёмки, и мы ему сказали, что мы снимаем обычный челленджевый ролик, кто дальше уедет из Санкт-Петербурга за 24 часа. Но на самом деле, конечно, никакой челлендж мы снимать не будем, а будем снимать розыгрыш Ромы. Я буду докапываться до него по любым мелочам, я буду ругаться с ним, я буду оскорблять его, я буду просто выводить его по максимуму, всё для того, чтобы просто его уволить под любым предлогом. Потом мы снимем его реакцию, и я подарю ему новенький автомобиль, о котором он мечтал всю свою жизнь. И это, ребята, будет просто отвал башни, поэтому это заслуживает вашего лайка. Пожалуйста, наберите здесь просто по максимуму количество числа лайков, потому что, ну, ребята, это очень для меня дорогой ролик, и сердцу дорогой, и кошельку дорогой, поэтому нажимайте на лайк прямо сейчас, а для вас сейчас пройдёт секунда, для нас чуть побольше, но мы переносимся в момент, когда мы разыгрываем Рому. Всё, пацан, я вам пришёл. У нас всё готово, мы снимаем, кто мы с вами далеко уедет. Переодевайся и погнали. Это финальная стадия, когда мы попросили Рому выгнать автомобиль на улицу, чтобы начать съёмки, поэтому прямо сейчас, ребята, всё начинается. Поддержите нас с лайком, подпишитесь на канал, потому что сейчас будет отвал башки. Всё, ребята, Рома выгнал свою машину, наша машина стоит на зад территории ангара. Начинаем снимать фейковые ролики, в какой-то момент я начинаю отб***ться до Ромы, увольняю его, а потом красиво заезжает новая тачка. Всё, Ром, бери камеру! Готовы? Рулетка-то взял? Рома, готов? Рулетка на телефоне. Ничего не забыли? А где мой телефон? Рома, слони себя. Нет, работа, грида. Нет. Короче, пока Саня ищет телефона, а Рома такой... Каково что? Ничего не подозревает, пошёл на сигарете, вышел. Опоздал на час, мы его сидели, ждали. Сидел и что-то. Просто. Где Рома, курить? А вон, Волон. Ну, что? Да, Волон. Сейчас доебусь на него, да? Рома! А ничего, что мы не курим, когда мы здесь работаем? Пока ты телефон искал, что? Я быстро. Я телефон искал 10 секунд. Мы снимаем, хватит, мы и так опаздываем на 20 минут. А если ты куришь, сейчас ты только стоишь, куришь. Все стоят, ждут тебя только. Да давайте начинать снимать. Я просто спортсмен. Всё, готов? Так, ребята, Рома готов? Да, почему я? Я всегда готов. Ну, я вижу, что ты какой-то расслабленный. Костя, готов? Да, да. Всё, работа, готовы. 3, 2, 1. Спасибо, что включил с тобой Герасёв Артур. В данный момент видео мы как раз таки делаем вид, что мы снимаем вот этот вот челлендж про 24 часа. Но на самом деле, я ищу просто момент, чтобы докопаться до Ромы за какой-то очередной косяк. Рома, ты можешь меня снимать, пожалуйста? Так ты же не говорил. Крупняк. Ну, когда я говорю, меня надо крупняк снимать. Хорошо. Первый, это электросамокат. Второй, это скейтборд. Третий. Рома, ну не стой в завкадре, когда я снимаю. Ну, ё-моё. Что за негатив? Ну, что за негатив? Ну, ты видишь, у меня камера снимает, ты сидишь в камеру залезаешь. Я делал даже тело, когда ты говоришь вещей. И четвёртый способ, ребята, это просто пешком. Нельзя пользоваться никаким транспортом. Нельзя не пользоваться никакими самолётами, пароходами, ничем. Только то, что вам выпало на рулетке. Рома. Фонарик включу. Тихо, пожалуйста. Рома, когда я кручу рулетку, надо крупно снимать рулетку. Да Костя снимает я. Ну, что ты... Ну, почему ты так... Ну, почему так работаешь? Ну, реально. В смысле, я его снимал эмоцию, он говорил, алло. Какую эмоцию? Он снимает на широкий угол эмоцию. Ты должен снимать крупно, чтобы зритель видел, как я кручу эту рулетку. Ты что, угораешь? Давай пересними. Ну, я что, не прав, парни? Да, да. Ну, можно переснять, но это... Ну, давайте ещё разок. Что ж переснять? Да, это у меня. Что за... Что за... Ну, ты работать нормально будешь или что? Я снимаю их. Ребята, в итоге, короче, получилось так. У Артура велосипед, у Паши самокат, у Дани скейтборд, а я на своих двоих худею. Да, я буду худеть. Так, всё, петля есть? Петля, да, у Костика, у Костя. Ну, давайте, всё, одеваемся, я уже хочу поехать. Но у тебя в рюкзаке. Вчера же отложили. Так я с рюкзак ты не брал. Ты ответственный за петлю, Ром. Так она у него в рюкзаке была, в чём проблема? Ты ответственный за петлю. Сейчас заедем за рюкзаком. Куда? Девяткино? Ну, на такси сейчас отправим доставку. Ром, ты чё? У него петля была, в чём? Нам петли нужны для ролика, чтобы снять нормально ролик. Ты меня гонишь, у него на рюкзаке была. Ты ответственный за них, мне на съёмки нужна петля. Ты чё лажаешь всё время? А что мне нужно было телепортироваться? Ты чё лажаешь всё время? Ты последние пару месяцев вообще не работаешь толком. В смысле не работаю? Ну, в смысле, в прямом. Как это не работает? Ну, в смысле, ты сейчас чё делал, кури? А чё не подрочил ещё? У тебя нас в фокус. Кадр 200 минут, я сняю, в чём проблема? Снимаешь не то, всё не то. Ты чё не выспался или чё? Ты не выспался. Ты гонишь на меня просто с пустого места. Да я чё не прав? Зачем это при всех делать? Давай я при всех скажу, знаешь чё? Ты хуёвый оператор. Ты хуёвый оператор. Почему? Объясни. Всё, короче, вопрос закрыт. Что закрыт? Всё. Давай ты успокоишься. Всё, ты последний день работаешь. Всё. У меня это реально. Давай ты успокоишься, мы спокойно снимем ролик. Мы с тобой лично поговорим обо всём. Нет, ты уволен. Ты уволен. Всё. В смысле уволен? В прямом смысле уволен. Сколько я тебе там денег должен? За неделю работы я тебе вот заплачу и всё. Куда я пойду сейчас? Ты меня одним днём хочешь уволить? Да, я её... Мало того, что горе твое отпиздил за тебя. Я ввязался в эту хуку. Ещё и тачка в пизде. Мне надо платить за всё это дерьмо. И что? Ты не уволняешься одним днём. А работай, по-тому не надо. Ты что ты доёбываешься доху? Да не так, х**! Да по-тому не было! Всё! Всё! У меня есть второй оператор. Сейчас он уже здесь. Всё, Сань, давай. Я тебя заранее планировал уволить. Всё, да всё. Я это уже вчера решил. Сейчас другой оператор. Видите, а ты идёте нахуй. Ну что ты несёшь? Да я хотя бы две недели от работы на полстан. Всё, ты через сколько будешь? Ой, Никита. Чё за х**? Поснимали. Что с ним происходит? Чё с ним происходит? У нас один оператор остался. Пожалуйста, подъезжайте. Всё! То есть вы заранее его позвали? Да, заранее, да. Ну отойди, х**, поговори. Я тебе говорю прямо. Иди нахуй, всё. Нахуй иди. Бля, пиздец. Пиздец ты мразь, нахуй. Сам ты мразь. Сам ты мразь. Ты ещё камеру, х**, я тебя... Я тебя... По... Слышь? Ты пи***ц. Походу в бою, ёбчасть. Он так только что запаснулся. Здрасте, обруда не уёкнул. Я уёкнул. Вадиме за две недели, х**, за неделю. Скоро ли тебе за две недели платить, бля? Ты ещё должен, бля. А? За рекламу ещё должен. Чё ты собрал? Всё, пока. Куда ты пошёл? Давай, пока. Той, бля, иди сюда. Ты чё взял из оборудования? Своё. Взял? Своё оборудование. Чё ты взял? Ты чё взял, бля? Показывай. Своё оборудование. Оборудование миллионы рублей. Покажи. Ты куда, бля, собрал? Долбоёб. Если ты работать не умеешь, кто тебе виноват? Мой суфлёр. Да, бля, на него. Чё, бля, всё. Это моя, бля. Стоит 40 тысяч. Пошёл ты, бля. Да отстань. Может, он ещё нормально, да? Наушники. Это мой суфлёр. Свет. Мой. Свет. Пошёл ты на... Это мой свет. Сейчас сниму. Это Рома. Чё, бля. Покажи. Нас личные вещи. Покажи. Это мои вещи. Мои личные вещи. Тебя увольняют по делу. Чё ты обижаешься делу, Саня? По делу. На твоих съёмках за тачку надо платить. Это мне увольняешься одним днём. Это кто так делает? Так мразь делает, как ты. Пошёл ты на... Тебя по делу, понял? Куда ты пошёл, на... Номера. Номера. Ну, я тебе не заплачу за неделю ты дальше. Заплатишь? Ты мне шуфлёр разбил. Мою работу твою опятую заплатить. Ты мне шуфлёр разбил, долбоёб. За твою работу, бля. За твою работу. В этот момент Рома, слава богу, сразу не ушёл, а вернулся за номерами на машину, которую он раньше снимал, потому что он понимает, что мы снимаем видео. Не хотел, чтобы там как-то они случайно попадали на камеру. И как раз таки в момент, когда он будет крепить номера, я решил подарить ему автомобиль. Чё делать? Рома сгорел, ребята. Рома сгорел, пиздец. Иди оператор, где оператор? Он так получил, это пиздец. Рома сгорел, пиздец. Где оператор? Какой сгорел? Он вообще заплакал, бля. Он заплакал, ты не видел? У него глаза на мокром месте были. Алло, алло, Кость, подъезжай срочно на машине. Кредит на тачку. Ой, Лёши, доконтить вообще. Если бы Саня мне такое сделал, я бы его убил. Чего? А ещё для Ромы мы подготовили сюрприз. Мы пригласили парня, который будет играть роль оператора, которого я якобы уже пригласил ему на замену. Я не знаю, конечно, немножко странно, но посмотрим на реакцию Ромы. А вот и наш новый оператор. Здравствуйте. Ты видел нашего нового оператора, Рома? Вот и работает. Закомни. Да, здорово. Быстро ты мне замену нашёл. Быстро. Вот и работа с этим жирным уёбком. Это не шутка, это Мерседес. Е-класса 2021 года. С чёрной, с чёрной решёткой, как ты мечтал, долбоёб. Сука, я за шутку, реально ответишь. Смотри, иди. Ты меня соня. Это Мерседес, о котором ты всегда мечтал, который ты хотел. У тебя сломался Дассер, ты попал в аварию. Мы с пацанами решили сделать тебе вот такой вот подарок. И он реально твой, братан. И стоит он 4,5. На сюда. 4,5. 4,5. Прыгай, иди, прыгай, чёрный, блядь. Бравка. Иди смотри, блядь. Иди смотри, мне нужна реакция твоя. Чёрная решётка. Как я хочу, блядь. Это пи***ц, пацаны. Кидай за низу, блядь. Садись, садись, садись. Садись. Не-не-не, не так, не так надо делать. Хорошо. Давай, прыгай, прыгай. Дассер можно мне отдать? Я не расстроюсь, я вам продам. Хэшбэк. Рома, на самом деле, это наш самый первый оператор, который работает уже с нами очень много лет, который на самом деле нас ни разу не подводил. Там все эти расфокусы, это полная... Сами знаете, какая была ситуация. Плюс у него ещё авария с дассером, и мы приняли решение подарить ему новый мерин. Давай, помчал? Давай, втрип, втрип, давай. Правда, она всего двухлитровая. Вот поэтому он и попал в аварию. Я тебя ещё раз поздравляю. Ты, правда, этот мерин заслужил. Саня, проси, что ты наговорил. Ты много лет работал, ты большой молодец, нас никогда не подводил. Поэтому теперь на классной тачке, ребята, которые смотрят нас... Один вопрос, один вопрос. Что с суфлёром? Я куплю, я куплю. Короче, я хочу, чтобы ребята, те, кто нас смотрят, знали, что если вы много работаете, если вы хорошо работаете, если вы никогда никого не подводите, у вас всё всегда получится. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк на это видео. Обязательно никогда не сдавайтесь и смотрите вот эту пулю. Правильно, Рома? Да. Смотрите, да, Рома пошёл. Вот эту пулю... Там Рома покупает суфлёр новый, нахуй. Вот эту пулю смотрите обязательно. С вами был Герасёв. Пацаны и Рома. Всем пока-пока.